Глобальные рынки судорожно переваривают новые стаданные по инфляции в США, цены в крупнейшей экономике мира продолжают расти быстрее ожиданий из-за массовой раздачи наличных всем подряд, и в ФРС уже заявили о возможности скорого повышения ставок и подорожания кредитов. Больше всех напуганы инвесторы на Уолл-стрит. Доллар после публикации стаданных в США мгновенно подорожал в мире на 0,7% накануне вечером, а затем также быстро подешевел, в частности, к евро почти на процент. Но сегодня доллар к евро вернул вчерашний уровень укрепления и торгуется по 1,20817. Доллар в России вчера также сразу подорожал на 6%, или на 40 копеек, после публикации стаданных. Сегодня рубль почти отыграл все потери и подорожал на 30 копеек до 74,2 рубля за доллар, как и к евро, до 89,7 рубля, согласно данным массбиржи на 15 часов 30 минут МСК. Номеровые индексы в красной зоне – первыми упали индексы в США на 2,5%, цена нефти – на 2%, газа – на 1%, драгметаллы подешевели на 1-2%. Вчера торги в США завершились в самой панической распродаже за всю историю. Об этом свидетельствует индекс Нистик индекс, отражающий движение рынка, его падение до минус 2068 пунктов превысило предыдущий рекорд панических распродаж в их начале 2000-х. Инвесторы сбрасывали акции почти всех компаний, продавали казначейские облигации США. Вслед за этим подешевели и российские акции и облигации, сегодня и российские фондовые индексы снижаются на 0,51%, европейские – на 1-2%. Фондовые индексы США упали на 2,7% по итогам торгов, а открывшись чуть позже азиатские фондовые индексы потеряли 1-2,5%. Вчера, комментируя данные по инфляции, заместитель председателя Центробанка США Ричард Клорида попробовал успокоить рынки и отметил, что это временный всплеск инфляции, а экономике США еще потребуется некоторое время для восстановления, чтобы прекратить выкуп облигаций на свеженапечатанные доллары. Но если резкий рост инфляции продолжится, то, по его словам, Федеральная резервная система, ФРС, выполняющая роль в США, сократит масштабы эмиссии долларов и повысит ставку. Если ФРС сможет постепенно увеличить ставку, стоимость кредитов, не испугав рынки, то доллар подорожает. В противном случае рынки накроют новая волна распродаж, а размах колебаний курса доллара вниз и вверх вырастет. «Инфляционное давление будет расти, и оно не будет временным», — заявил для Рьютерс Джереми Гатта, инвестиционный менеджер Юнит Джесс Чен. Что это обозначает? Фактически, что ставки будут расти. Инвесторы оценили вероятность повышения ставки ФРС в 80% уже в декабре следующего года и рынки к этому готовятся заранее. Инфляция в США за апрель выросла на 0,8% месяц к месяцу, что оказалось в 4 раза больше консенсус прогнозов экономистов. Годовая инфляция подскочила почти в 2 раза до 4,2%. В последний раз таким показатель был в сентябре 2008 года. Базовая инфляция, без учета чувствительных к росту цены энергоносителей и продуктов питания, выросла в апреле на 3% в годовом выражении. Такого роста не было 25 лет, с январь 1996 года. Базовая инфляция в сравнении к месяцу выросла на 0,92% за апрель. Такого роста не было 40 лет, когда США захлестнула гиперинфляция. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова